Мужичок с пузом, беременный мужик. Почему мужик именно? Ну тут же, то он так и покажет 6.1 он. Вниз козов. Обычно просто так вниз отходит. Берем и вот так вот раскачиваем. Все, первую сторону. И теперь спокойно стягиваем на себя. Друзья, всем привет. Сегодня я хотел бы показать одну маленькую неисправность на автомобиле Renault Duster. Первой фазы. Мотор нам сейчас не важно. У нас проблема горит. Индикация ошибки по подушке безопасности. Знаете, как эту ошибку еще часто называют? Мужичок с пузом, беременный мужик. Почему мужик именно? Ну тут же вот человек сидит. Почему именно мужик с пузом? Вот мы подключаем зажигание. Обратите внимание сейчас на пузатого мужика. Сейчас он моргнет. Видите? И продолжает гореть. Теперь если мы запустим автомобиль, то беременный человек у нас останется. Так, сейчас мы подключили диагностическое оборудование. Включили зажигание. Смотрите, какой момент важный усвоить. То есть мы, когда включаем зажигание, у нас проходит тест лампы, светодиоды и некоторые системы. В том числе считываются ошибки коды неисправности с блока управления подушками. Поэтому у нас значок этот моргнул. То есть он тест прошел, ошибка у нас присутствующая, и он тут же загорелся. Это вот это вот промарнивание. Оно так выглядит. То есть если бы не было ошибки, оно бы погасло. Так, друзья, мы выбрали дастер. Год нам сейчас не важен, так как мы заходим в подушку безопасности. Соответственно, ее выбираем. DF003C0. Запал передней подушки, пневмо подушки стороны водителя, обрыв цепи. То есть у нас ругается по обрыву цепи именно водительской подушки. Вот мы открываем поток данных и смотрим. Видим, что запал передней пневмоподушки стороны водителя 6,1 Ом. Вот сравним ее, например, с запал передней пневмоподушки стороны пассажира. 2,4 Ома. То есть в принципе здесь у нас тоже должно быть 2,4 Ома. Смотрите, вот 6,1 Ом у нас равносилен обрыву. То есть, скорее всего, если мы даже разъем сейчас снимем с подушки, как сейчас там и происходит, скорее всего, обрыв, то он так и покажет 6,1 Ом. То есть это уже много, это уже прописывается как неисправность. И, соответственно, беременный мужик у нас не гаснет. Ну а сейчас мы вскроем и посмотрим, что с шлейфом случилось. Перед тем, как пойти в салон и разобрать подрулевой шлейф, мы обязательно снимем массу. Не пренебрегайте этим. Итак, у нас ошибка была по подушке безопасности водителя. Запал, именно по запалу. Поэтому нам в первую очередь сейчас нужно проверить саму подушку, подрулевой шлейф. Поэтому мы сейчас будем снимать руль, кожухи и все сопутствующее. Для этого берем отвертку Т-20. Внедряем вот в эти отверстия отвертку Т-20. И там нужно попасть нас четко в грани. И выкручиваем. Их здесь всего два, поэтому со второй стороны мы тоже выкручиваем. Обратите внимание, что саморезы, которые здесь установлены, они сейчас не выпадут, они остаются там. Поэтому, как почувствуете, что уже отвертка в холостую крутится, останавливаемся и приступаем к следующим действиям. Сейчас мы регулировку рулевой колонки опускаем полностью вниз и оставляем в таком положении. Далее берем вот таким образом за верхнюю крышку и стягиваем ее вверх. Обратите внимание. Саморезы, которые мы выкручивали, вкручиваются вот в эти закладные. Вот у нас раз защелка, которой нужно преодолеть действие. Вот два защелка. Сзади у нас как бы вставляются в пазы нижней крышки. То есть вот так вот и защелкивается. Следующий момент очень важный. Рулевую колонку поднимаем вверх, но не блокируем. Не забываем вытащить ключ из замка зажигания. И потихоньку стягиваем вниз кожух. Обязательно протираем вот эти частички кожи людской и всю пыль и грязь. Можно сразу подготовить к установке. Это важный момент. Давайте объясним. Друзья, для удобства монтажа обратно этого кожуха рекомендую сразу вот эти саморезы полностью выкрутить. Сейчас покажу до какого момента. Не до конца выкручиваем. Выкручиваем до момента, чтобы жало вообще не торчало. Впритык. Вот до такого состояния. Во-первых, удобно потом будет попасть отверткой, его закрутить. И сам монтаж будет очень, очень облегчен. То есть вот с торчащими саморезами ставить гораздо сложнее. Так, сейчас я покажу, как достаточно легко снять подушку безопасности. Для этого нам потребуется вот такая плоская отвертка. Фирма не важна. Располагаем отвертку относительно рулевой колонки. Именно вот в таком положении. Сзади руля у нас есть два отверстия. Я их сейчас покажу. Вот смотрите, расположение отвертки у меня примерно. Вот я упер в специальный паз. Вот пружина у меня сдавливается. Вот этот диапазон. И видим, что у меня одна сторона подушки отошла. Теперь ищем отверстие с другой стороны. Располагаем таким же образом. Сейчас, сейчас, сейчас. Располагаем таким же образом отвертку. Вот я нащупал пружину. Вот я ее сейчас спокойно продавливаю. И теперь смотрите, важный момент. Когда у нас одна сторона отошла, вторая просто так, обычно просто так не отходит. То есть для того, чтобы обычно вторую сторону снять, нужно немножко надавить на правую сторону, ну, которую до этого сняли, и уже подушка отщелкнется. Сейчас у нас случилось все гораздо проще, чем обычно это происходит. Далее берем ту же самую плоскую отвертку и снимаем разъем с самой подушки. Вот таким образом. Сняли стопор. И теперь уже отщелкаем саму подушку. Так, друзья, куда я вставлял отвертку? Кстати, тут уже снималась подушка. Вот это, видите, пороны. Это не мои, их рук дело. Зуб даю. Вот я вставлял вот так отвертку и вот надавливаю на пружину. Пружина у нас фиксирует вот этот штырь. Вот в этот паз она встает. То есть вот таким образом. Две пружины, две фиксации. Далее мы сразу снимем руль, чтобы он нам не мешал. Для этого берем инструмент Т-50, торкс на 50. И нам нужно сорвать вот этот болт для начала. Ни в коем случае не делаем упор на блокировку руля. Обязательно просим помощника, чтобы он придержал руль. Помощник. Руль немного придержали, сорвали. И выкручиваем по максимуму этот болт. Но оставляем наживленным. Далее, чтобы не пользоваться специнструментами, захватами руля, съемниками и так далее. Берем в жестких частях руль, там где мы его не сможем деформировать. Потому что здесь достаточно легко руль погнуть, потом будет некрасиво. Берем и вот так вот раскачиваем. Все, я его струнул. Он у меня сейчас ходит свободно. Я выкручиваю до конца теперь этот болт. Так, по поводу направления. Смотрите, на самом деле, несмотря на то, что у нас тут много шлицевой вал, здесь есть один широкий шлиц. Он у нас на рулевой колонке широкий шлиц и на самом руле. Но для своего удобства, вот допустим, метка у нас есть на колонке широкого шлица как раз. И вот чтобы потом долго не ловить, не искать колонку, делаем метку. Но обязательно перед тем, как окончательно снимать роль, убедитесь, что вот руль у нас стоит ровно и колеса при этом тоже стоят ровно. Теперь вот таким образом открываем замок и стягиваем сюда разъемчик. Давайте сейчас снимем разъемы, чтобы удобнее вывести с подрулевых переключателей разъемы. Тоже достаточно просто. Тут два флажка с обеих сторон. Их нужно нажать, и у нас полностью вот этот жгут заодно вместе с разъемом монтируется. Сейчас нам нужно снять теперь рычаг управлением радио. Для этого мы берем вот эту вот заглушку. Ее я немного вытянул на себя, и вот в таком положении она у нас остается. Берем ту же отвертку Т20. Выкручиваем винт крепления рычага. Рычага до конца выкручивать не обязательно, насколько я помню. Да, он у нас также остается вот здесь. Теперь нам осталось полностью снять весь подрулевой шлейф с буря с переключателями. Для этого берем тот же Т20 отвертку. Находим вот здесь вот этот болт, винт, извиняюсь. Вот, его нам нужно немного ослабить, так как весь этот шлейф держится по принципу как хомут червячный. Вот, я его выкрутил, немного ударил, чтобы хомут разошелся. И теперь спокойно стягиваю на себя. Смотрим, как это выглядит здесь. Вот, по принципу у хомута обжимается. Сейчас мы его подключим. Сразу жгу. Так, в целях безопасности установим сразу руль. Нуживим болт. Подключим подушку. Причем не забываем фиксатор вжать. Так, направим подушку на случай выстрела. И одеваем массу. Так, сейчас я включу зажигание. Мы сразу, то есть, тест-система пройдет сразу. Если у нас все хорошо будет по подушке, она у нас гореть не будет. Вот она погасила. Но, не всегда так. Иногда нужно именно стирать ошибку. В данном случае схавало и все ушло. Пойдемте подключим. Мне очень интересно сопротивление посмотреть, какое сейчас будет показывать сканер. Так, сейчас мы опять подключаемся к блоку управления подушкой безопасности. Так, смотрим коды. Мы видим, что DF0030 у нас теперь ошибка в истории. Не присутствующая. Мы ее сразу сотрем. Стерли. Она ушла. Заново не прописалась. Заходим в поток данных, чтобы посмотреть сопротивление. Вот мы видим, сейчас я лишнее позакрываю. Так, теперь смотрим. У нас запал передней подушки стороны водителя 2,9 Ом. Вместо 6, которые у нас до этого показывались. И пассажирской 2,4. То есть, они близки. По сопротивлению. И поэтому у нас сейчас все работает. Если у вас возникла подобная ситуация, пользуйтесь. Не забывайте поставить лайк. На сегодня все. Проблем при сборке возникнуть не должно быть. Не должно. Не забываем о том, что сам руль затягиваем так же, как и откручиваем. Ослабляем, не упирая блокератор руля. Иначе его можно запросто сломать. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про ссылки в описании, где можно посмотреть цены патрулевых шлейфов на Duster. Вот. Переходите прямо по ссылочке. Там будет цена. Лучшие варианты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин